В предрассветной темноте санаторий Лермонтовский напоминал не то фронтовой опорный пункт, не то место проведения спецоперации. Снаружи бойцы полицейского спецбата оттесняют десятки сотрудников здравницы, ее пациентов и неравнодушных граждан. Внутри люди в камуфляже и шевронами военной службы правопорядка. Среди них люди с оружием и без распознавательных знаков. Представьтесь, пожалуйста. Я хочу понять, что здесь делают люди с боевым оружием? Эти люди с боевым оружием захватили санаторию. На сегодняшний день они де-факто выполняют... Не стыдно, ребят? Мне было бы очень стыдно на вашем месте. Но ничего. Суды потом догонят. Несколько позже представители администрации санатория немного проясняют ситуацию. После общения с военными оказывается, что они прибыли вместе с государственной исполнительной службой для исполнения решения суда. Люди в форме говорят, что санаторий – это имущество армии. А сами они выполняют приказ министра обороны Украины. А я выполняю наказ подвзяти педохоронный объект министерства обороны Украины. Я вам на данный час вот тут ничего не буду показывать. Не надо. В этой ситуации только вы не имеете права этого делать. Послушайте, послушайте сюда. Я выполняю наказ как військовую службу. Отлично. Я расставлю людей, что мы возьмем на педохорону данный объект министерства обороны. Одну секундочку. Этот объект на сегодняшний день еще не выселены. Есть выполняющая служба. Я как принимаю? Где она? Подчекайте. У нас начало запортировать. В то же время на территорию здравницы тщетно пытается попасть юрист Лермонтовского. Плотный кордон силовиков для него неприступен. Адвокат говорит, что Минобороны не имеет никакого отношения к хозяйственным спорам санатория. Министерство обороны никакого отношения к исполнительным действиям не имеет в этой ситуации. Оно не является невзыскательным по решению. Оно не является стороной судебного спора какого-либо. И в этой ситуации это полностью делает незаконным их действия. Также в 6 утра прибыли сюда государственные исполнители, которые также прибыли фактически в районе полшестого. Находились на территории санатория, не представляясь. Они все ждали с 6 часов утра, грубо говоря, для того, чтобы начать свои исполнительные действия. По словам юриста, одноименное госпредприятие, в пользу которого проводились исполнительные действия, не имеет никаких прав на санаторий. Тем временем, после недолгих и безрезультатных переговоров, полиция силой выводит с территории Лермонтовского директора учреждения. Мы сотрудники! Мы сотрудники! Мы сотрудники! Позор! 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 Коньба! Позор! Я никого не трогаю! Я никого не трогаю! Я никого не трогаю! Позор! Попили мы. Милиция попила администрацию санатория. Директора меня... Только что? Вы видели? Меня, директора санатория, антива дмитрия, избили. Избила полиция! На территории находятся сотрудники полиции, которые не допускают... Не только не допускают, но, видите, с теловым методом выгоняют в круг на санаторию. Хочу сказать, что на данный момент в первом корпусе находится человек после инфаркта, которому стало плохо. К нему не допускается медицинская помощь. Все это началось в 5 утра. Нет, не пускают. Там больному плохо, я не могу пойти туда, потому что не пускают. А больному плохо. А у нас это после инфаркта и больной. Это в секунду. Отек легких. Повторный инфаркт. Нарушение серьезного ритма. Ну можно же пропустить меня. Да нет у меня ни автоматов, ничего. Против кого бы я руку поднимала? Или кто на меня должен поднять руку? Я врач. У проходной санатория все больше и больше пациентов, которым были назначены процедуры. Разумеется, таким началом своего дня они недовольны. Я после инфаркта, вот 10 дней после инфаркта, меня на реабилитацию направили сюда в санаторий. Что дальше делать? Я не знаю. Я тут не один такой. Ладно, я с Южного, но вот я слышу люди из Котовска, из Иногородния. Я не знаю, что они будут делать. И как людей будут лечить? Я не знаю. Сейчас людям станет плохо. Дальше что? Тут здоровых людей нету. Это не тот санаторий, в который едут люди отдыхать. Особое негодование собравшихся вызывает факт участия в событиях полиции, которое фактически стало на сторону новых хозяев санатория. Силовики объясняют свое присутствие просьбой исполнительной службы. Главное управление нацполиции в Одесской области надошел лист от выполнительной службы про обеспечения работы выполнителей, их безопасности и охраны публичного порядка. Данный объект, за моей информацией, есть властью государства, в особе Министерства обороны Украины. Полиция обеспечивает охрану публичного порядка по внешнему периметру. С опозданием на место прибывают сразу две скорые. Одной из них все же удается добраться до пациента при содействии депутатов областного совета. Мне удалось пообщаться с врачом скорой помощи. И он сказал, что это действительно был пострадавший. Ему действительно плохо стало. Он действительно в постинфарктном состоянии. У него был кризис, у него резко подскочило давление. Первую медицинскую помощь, скорую, экстренную помощь ему оказали. Однако врач на камеру мне сказал, что нужна госпитализация, потому что недостаточные условия для того, чтобы оказать ему надлежащие условия. А военные спустя более часа решают прокомментировать происходящее. Снова упоминают приказ министра и проведение исполнительных действий. А также обещают обеспечить штатный режим работы заведения. Проведут опис из этого майна. Ничего из майна не выносится, не заносится, ничего не цели. В соответствии к наказу министра обороны, вказано військовое местечко, закреплено за військовым медично-клиническим центром. Никто из работников профилактория не будет освободен. Будет иметь переважное право о принятии на работу. Сейчас лекаря глянуть всех хворих, которые перебывают. Кто прибыл, тоже, соответственно, запустит. Несмотря на это, по словам Дмитрия Антипова, военные сказали пациентам покинуть пределы санатория. А сами они пытаются срезать решетки админкорпуса. Также он заверил персонал, что в понедельник в ситуации будут разбираться народные депутаты от нашей области на заседании Комитета соцполитики Верховной Рады. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова